МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С современной молодежью нужно ли и как нужно говорить о Боге? С молодежью о вере нужно говорить языком искренности, языком простым, языком дел. Вот это молодежь особенно ценит. Встреча с Богом – это самое великое событие в жизни каждого из нас персонально. Какая будет эта встреча, в какое время, при каких обстоятельствах? Здесь у каждого, что называется, своя дорога. Но эта встреча, она чрезвычайно важна. Есть христианские праздники, о которых знают буквально все. И в двух словах могут описать, что же отмечают верующие. В Рождество Христос родился, Пасха Христос воскрес. А что такое сретение Господне? Что вообще означает это непривычное современному человеку слово сретение? Здравствуйте, это программа «Мы Тищи Православные». И сегодня мы поговорим о церковных праздниках в феврале. Здравствуйте, отец Симеон. Очень рада снова приветствовать вас в программе. Как всегда, мы будем говорить про смыслы. И, как всегда, конечно, я буду просить вашей помощи в них разобраться. Приветствую вас, приветствую уважаемых телезрителей. Здравствуйте. Тема сегодняшней программы – праздники в церковном календаре в феврале месяце. И начать бы мне очень хотелось с Дня памяти новомучеников и исповедников российских. Тем более, что вы ответственны в Матичинском благочении за эту работу. И вот я вас попрошу рассказать телезрителям, как же почитаются святые, пострадавшие за веру. Вы знаете, с одной стороны, для нас огромная радость, что новомученики, оказывается, это самые близкие к нам святые. В хронологическом смысле слова. Для некоторых даже в смысле генном. Потому что для кого-то новомученики – это, например, прямой папа или прямой дедушка. Поэтому, когда мы говорим о новомучениках, то, конечно, мы должны иметь в виду, что это плод русской церкви главным образом в 20-м столетии. И, конечно, без понимания исторического контекста, без понимания сложностей церковно-государственных отношений, без понимания того, что мы называем откровенного богоборчества и гонения на церковь и на веру, невозможно в ясной картине понимать, что произошло в 20-м веке, что стало причиной этих страшных событий, какова сила простых людей, которые, будучи, например, учитель физики или медсестра в обычной больнице, вдруг выступают в защиту веры. Или когда обычное служащее тратит свою честно заработанную зарплату на то, чтобы приобрести необходимые вещи для главным образом заключенных священников. Я веду речь, прежде всего, о мученице Татьяны Гримблинд. Я очень бы хотел, чтобы, пусть это очень сложная фамилия, я с большим трудом сам ее выговариваю, но ничего не сделаешь. Что называется, корни и гены – это одно, а дух – это нечто самое важное. Поэтому очень бы хотел, чтобы наши телезрители поименно знали новомучеников. По мученикам, понятное дело, что их достаточно много, больше 1700, и, возможно, кто-то вообще, для кого-то это будет открытие их имена. Но поскольку у нас есть священнослужители, в том числе отец Георгий, настоятель храма, в котором мы записываем, да, поэтому, конечно, было бы здорово, чтобы поэтическое наследие мучениц Татьяны Гримблинд, музыкальное наследие и пастырское наследие протерея Георгия Извекова, вот все это было у нас на устах. Мы это должны обсуждать, мы это должны прочитывать, чтобы получить от этого духовную пользу. И так, можно сказать, без преувеличения о каждом из практически двух тысяч канонизированных новомучеников-исповедников нашей Церкви. Тем более, что до сих пор эта работа не прекратилась. Есть сейчас актуальные, от нас независящие сложности с доступом к архивным материалам, но это нисколько не отменяет и саму поисковую работу, и изучение текстов, которые они оставили. Дело в том, что ушедший уже 22-й год, да и текущий, 23-й, они в любом случае остаются памятными, потому что 85 лет назад случилось нечто такое, чего не знала вообще наша история. До сих пор люди с ужасом, особенно те, кто в теме, кто пережил эти события, а их уже очень мало осталось людей, с содроганием вспоминают цифры 1937-1938. А нам сейчас, слава богу, без этих ужасов, но с новыми проблемами, да, нужно вспоминать о причинах этих явлений, причем здесь очень много остается вопросов. Да, и когда мы говорим о новомучениках, нам нужно понимать, что да, с одной стороны состоялась официальная канонизация, она началась в юбилейном 2000 году. Этот процесс сейчас практически приостановился, или почти приостановлен, но у нас есть огромное количество материала архивного. У нас, я имею в виду, в нашей стране, да, или на, точнее будет сказать, на канонической территории Русской Православной Церкви, потому что бывает так, что архивы, которые российский исследователь не может найти, бывает так, что соседние страны публикуют чуть ли не в открытом доступе. Это же касается и метрических книг. То есть сейчас есть целый проект, я с огромной благодарностью пользу случаям хочу напомнить, что очень многие документы 20-го столетия, они сейчас доступны, изучать их может любой желающий. Это касается напрямую практически каждую семью, и было бы здорово, чтобы, ну, если не из каждой семьи, то уж, ну, где-нибудь, не знаю, то есть из многоквартирного дома хотя бы один человек занимался вопросом практической генеалогии, если можно так выразиться. О чем верующие должны молиться новомученикам? О чем просить? Ну, верующие прежде всего помнят, что «мартирос», греческий оригинал слова «мученик», означает прежде всего «свидетель», то есть тот, кто сохранил самое дорогое и важное – веру, сохранил верность Господу Иисусу Христу. И, конечно, сейчас, особенно когда мы переживаем период, я думаю, что не будет проявлечением, сказать, массированного гонения на украинскую православную церковь, вот в текущем моменте, да, сейчас нам особенно важно понимать, что нас сохраняет глава церкви, которым является Господь Иисус Христос, при условии, что мы сохраним Ему верность. В этом смысле церковная жизнь, она очень похожа на семейную жизнь, да, без верности между супругами, без любви обоюдной, что называется, некуда двигаться. Вот то же самое касается верующих людей, которые отдают себе отчет, что церковь – это не просто какое-то здание, хотя и архитектурное понятие храм, церковь, нам тоже очень дорого, но мы должны соблюдать очень четкую иерархию, да, что нас могут выгнать, не дай бог, из храма. Такое бывает, и такое было, и такое сейчас есть, да. Нас могут лишить каких-то светских прав, возможностей, вплоть до свободы, а иногда и жизни. Но если мы сохраняем веру, если мы понимаем, что эти трудности внешние, они не без промысла Божия совершаются. Души наши вечны, и Господь нас безмерно любит. Еще об одной святой, о которой мне очень хочется поговорить сегодня в программе, чья память отмечается 6 февраля, Ксения Петербургская. Ее жизнь тоже для нас пример. Вот о ее подвижничестве попрошу вас тоже напомнить. Только с одним тезисом вашим не согласен, что она для нас пример. Постараюсь обосновать, почему. Во-первых, когда мы вчитываемся в жизнеописание святой Ксении, то мы видим реальный, огромный подвиг, казалось бы, обычной женщины, которая так любила своего мужа, что похоронив его, похоронила себя, в переносном смысле слова, да. То есть она отказалась от радости жизни, она одела одежду своего мужа, она скиталась, она нуждалась, она помогала храму физически, да, нося кирпичи. Но в качестве примера я бы никому не хотел, чтобы нашим женщинам пришлось повторять подвиг святой Ксении, потому что это действительно сложно. Хоронить очень близких людей очень трудно. Но она показала, прежде всего, величайшую веру, величайшую степень любви. Ведь часто, что греха таить? Иногда очень близкие люди, не то чтобы жизнь отдать за близкого человека, иногда потерпеть бывает сложно, а здесь подвиг, который превышает, как кажется, человеческие силы. И мы знаем, что современники святой Ксении тоже не очень сразу поняли, кто перед ними. Да, многие думали, что она просто тронулась от горя. А что стало причиной? А святая Ксения решила отдать свой дом нуждающейся многодетной матери. Вот сейчас, к сожалению, мир так устроен, что, и даже в текущей ситуации, что если кто-то сознательно подарит кому-то дом нуждающемуся человеку, то на него смотрят, как не совсем на нормального. Но вот главное, что бы мы ни обсуждали, когда мы говорим о святых, то, наверное, один из самых главных вопросов, а что такое нормальность? Каким должен быть человек? И вот церковь говорит, вот если ты, не дай бог, окажешься в такой тяжелейшей ситуации, как святая Ксения, то вот тебе пример для подражания. Если ты окажешься, не знаю, там, в ситуации, когда тебя предадут все, в том числе и собратья, когда тебя будут считать врагом народа, то вот огромное количество примеров людей, которых церковь канонизировала, то есть поставила на такой церковный свечник, как образец. Конечно, это прежде всего свидетельство глубокой церковности святой Ксении. Да, вот, конечно, люди на Смоленское кладбище Санкт-Петербурга иногда совсем с разными запросами к ней обращаются, да, некоторые бывают очень далеки от Христа и его церкви, но, тем не менее, святая Ксения ясно показывает, что исключительно только Христос может находиться в центре человеческой жизни. Этим нам дороги святые, что они не к себе приглашали, они не якали, они говорили, люби Христа, веруй во Христа, твердо держись его верой, не забудь, что жизнь очень кратка, и ты можешь не успеть даже проститься с людьми, которых чем-то обидел. Сейчас мы переходим к следующему празднику, это Сретение Господне. Для верующих и для постоянных телезрителей нашей программы праздник этот известен и очень любимый, дорог, а для других даже само слово Сретение для современного человека, слово такое непонятное. Вот я вас попрошу для всех разъяснить и сказать, что же мы отмечаем 15 февраля, какое событие. Ну, поскольку я Симеон, то, конечно, это один из моих любимых праздников. Я думаю, что наши церковные телезрители сразу, что называется, все расставили по полочкам, да. Конечно, я бы предпочел оставить название праздника церковно-славянским, хотя сразу можно перевести, что, собственно говоря, Сретение – это встреча. Кого с кем? Встреча праведного Симеона, то есть представителя Ветхого Завета, уходящего Ветхого Завета с младенцем Иисусом Христом. Встреча, которая была, ну, практически, вот, венцом подвига праведного Симеона. Почему? Потому что, с одной стороны, он представитель, вот, Старого Завета, да, он представитель того мира, который напряженно ожидал Спасителя мира и дождался. Причем он не просто дождался, потому что, вот, знал, когда это будет, а как раз, ровным счетом, наоборот. Он был, говоря современным языком, профессором филологии, он отменно знал и свой родной еврейский язык, и древнегреческий. И, собственно говоря, его-то отправляли в Александрию именно с этой миссией, чтобы, наконец, кроме еврейского народа, о Священном Писании до Христа знали другие народы. Поскольку греческий был тогда международным языком, то, разумеется, самое разумное – перевести сразу на, вот, международный язык. Хотя, как мы сейчас знаем, Священное Писание практически на несколько тысяч языков и на речи переведено. В этом смысле все переводчики, особенно те, кто занимаются библеистикой, Священным Писанием, они, так или иначе, продолжатели дела Святого Симеона. И вот очень грубую ошибку, допустив в переводе, этот переводчик не просто был оштрафован университетом. Этот переводчик получил вразумление от Ангела Божьего. И ему было сказано, конечно, по человеческой логике он думал, что он поступает правильно, потому что на греческий язык перевел Дева, которая стоит в оригинале, на слово «молодая женщина». А нужно переводить было другим словом. Вот у нас до сих пор сохраняется такое имя, правда, очень редкое, «Парфений», от греческого слова «парфенос», то есть «девственница», «дева». И, собственно говоря, вот как раз в Сретении, наверное, самое парадоксальное именно в этом заключается, что тайна рождения Христа в этот мир, она прикрыта, она неочевидна. Она состоит в том, что девственница дала ему жизнь, Дева Мария. Это настолько отличается вообще от просто понимания, человеческой логики, настолько разительно, что даже переводчик, причем праведный человек, с большим трудом принял это, причем принял после откровения. Ему так было сказано, что в оригинале написана тайна, что пророк Исаия не просто так написал, «дева родит сына». Когда молодая женщина рождает ребенка, в этом, конечно, есть величайшие события и радость, но в этом ничего сверхъестественного, сверхприродного нет. Это нормальная ситуация, когда молодая женщина рождает свое дитя. А вот условия рождения Христа радикально отличаются от рождения каждого из нас. Для чего это было сделано? Для того, чтобы мир подготовился к нему. Собственно говоря, это, с одной стороны, слава еврейского народа. Вот православные евреи сегодня с особой теплотой должны вспомнить Пресвятую Богородицу. Потому что мы любим, когда мы говорим о новомучениках, например, мы любим подчеркивать, что вот этот новомученик родился там-то, вот его родственники, вот храм, где он служил, и он нам прям вот кость от костей, что называется. Но то же самое может сказать любой народ, и в том числе еврейский народ может сказать. Потому что именно через него, как итог, у святых отцов есть такая интересная аналогия, что как у розы есть множество шипов, но мы ценим розу за цветок. Вот так, по такой же аналогии мы относимся к истории еврейского народа. Он важен нам, вот этот период истории нам важен. Это фактически первохристианское время, да, причем время еще до проповеди Христа. Но это событие, которое произошло а, в главном храме мира того времени, в Иерусалимском храме, главными действующими лицами был сам Христос Спаситель. Буквально, ну, сложно сказать, даже сколько ему дней было, наверное, не больше сорока. Да, его причистая Матерь Богородица, праведный Иосиф и старец Семен Богоприимец. Конечно, мы не можем забыть Иоанну Пророчицу. Да, Священное Писание говорит о женщине, о которой практически ничего не известно. Только известно то, что ей было 84 года. Да, что это для нас, ну, с точки зрения внешней, да, возраст нам по большому счету ничего не даст. Но, Священное Писание говорит о том, что она, оставшись вдовой, служила Богу, не отходя от храма Божьего и совершая молитву. Да, то есть, вот, оказывается, что одно слово или одно предложение Священного Писания очень много каждому из нас даст. Да, во-первых, любому христианину сознательному даст ясное понимание того, что в Священном Писании нужно упражняться, непременно его нужно изучать. это тяжелейшая наука на самом деле, да, это проникновение в тайны Божии. Но именно праздник Священни нам вот с особой отчетливостью это сообщает. И я думаю, что в середине 20-го столетия в том числе и русские эмигранты, и греки, и представители других православных народов, создав всемирную молодежную организацию, называется она Синдесмос, она до сих пор действует, руководствовались именно этим, да, что встреча с Богом это самое великое событие в жизни каждого из нас персонально. Какая будет эта встреча, в какое время, при каких обстоятельствах, здесь у каждого, что называется, своя дорога, да, но эта встреча, она чрезвычайно важна. Со Сретенем связан еще один праздник, День Православной Молодежи, хотя я знаю, что вы очень не любите, когда нашу молодежь разделяют на православную и нет. Давайте поговорим об этом, как же так случилось, что и Сретене, и День Молодежи отмечаются одновременно, и почему так произошло, и, конечно же, очень интересно узнать, как сегодня современная молодежь может проявлять себя в церковно-приходской жизни, какие программы проводятся, вот об этом расскажите, пожалуйста. Ну, собственно говоря, именно потому, что была организована Всемирная Молодежная Христианская Организация, Синдесмос, о которой мы говорили, собственно, именно поэтому вот с праздником Сретения и связан этот день. В нашей епархии много лет еще до ее изменения, преобразования этот праздник отмечался в разных городах, именно для того, чтобы молодежь могла друг к другу поехать в гости, познакомиться, поучаствовать в концертах, в каких-то выставках, даже, казалось бы, молодежных забавах, да, вот всему есть время и место, и сегодня, в постпандемийное время, да, мы потихонечку начинаем возвращаться вот к такой полноценной работе молодежной. Сейчас у нас местный мытищинский священник, отец Дионисий, возглавляет работу молодежную всей Сергея Посадской епархии. В этом смысле такая эстафета состоялась, да, можно смело утверждать, что пусть не многочисленная, но такая очень активная молодежь на наших приходах, она старается друг друга видеть, знать, встречаться. Конечно, прежде всего, мне кажется, тут не нужно придумывать каких-то огромных проектов, да, вот текущая ситуация такова, что молодежь прежде всего может помочь своей христианской общине, может убрать свой храм, в который они ходят. Они могут посмотреть по сторонам и посмотреть, сколько у нас, допустим, в нашем поселке, сколько есть многодетных семей, инвалидов, ветеранов, нуждающихся, и вот прежде всего им, тем, кто рядом помочь. У нас в поселке поведники есть такая инициативная, очень дружная группа молодых людей, но они уже не совсем молодежь, они уже, можно сказать, на границе этого возраста, которые кормят бездомных. И, конечно, это замечательный проект, между прочим, очень опасный, особенно во время пандемии, тем не менее, у этих людей хватило веры, мужества, они продолжали с максимальным возможным свобедением санитарных правил кормить людей, особенно в ситуации, когда они замерзают, голодают, без документов, на обочине жизни, как говорится. Да, повторюсь, молодежь, это не нечто не очень скорое будущее церкви, а это настоящее, вот такая живая струя, которая любому настоятелю всегда, ну, во-первых, радостно видит молодые лица, да, во-вторых, это обычно очень действенные люди, да, им запросто можно поручить самые различные дела, начиная от паломничества в святые места и заканчивая уходом за престарелыми прихожанами, поэтому молодежь это радость. Ну, конечно, и вера без дел, милосердие, мертва, и тут они напрямую это понимают и чувствуют, а вообще с современной молодежью нужно ли и как нужно говорить о Боге? Вы знаете, я процитирую одну женщину, которая часто говорит, особенно вот в христианском окружении, она говорит, что сейчас наступает время, когда очень мало что значит слова, особенно они мало значат, если люди красиво говорят и живут совсем не так, как они говорят. С молодежью о вере нужно говорить языком искренности, языком простым, языком дел, вот это молодежь особенно ценит, потому что мы же совсем недавно тоже были молодежью и мы все помним, что нам очень тошно, когда нас считают не совсем созревшими, несерьезными, безответственными и так далее. А когда нам поручают даже самое малое дело, скажу про себя в том числе, это всегда окрыляет. И вот нашему старшему поколению христиан, которые сейчас нас видят и слышат, очень советую побольше поручать и доверять молодежи всяких разных дел. Очень ценное такое пожелание, конечно, для всех нас. Благодарю вас, отец Семен, за эту беседу, за удивительные примеры и разъяснения. Очень рада была нашей встрече. Ну, а на этом мы прощаемся с нашими телезрителями. Время программы, к сожалению, подошло к концу. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова